приветствую на жеребьевке afl vulcan bet евро лиги c сегодня у меня помогает в этом понтиков алексей из команды sports ru я приветствую тебя лишь всем привет сначала вас потом меня соответственно спонсором этой трансляции у нас является компания print bar производитель спортивной экипировки от одного заказа очень необходимо новая команда вы наверно форму купили один раз но вот если вам надо будет докупить то print bar вам в этом естественно поможет ну что ж лёш расскажи sports и afl что это такое хотя бы в паре слов что это за сотрудничество слушай ну для нас то наверное самый первый большой турнир в который принимает часть наша команда вот мы раньше там играли в однодневках каких-то межсезонных турнирах вот сейчас первая такая большая заявочка на участие вот попробуем показать себя какие ожидания от сезона в фл ты в принципе раньше имела отношение к этой структуре каким образом ты приводил что ты рассказывал своим командам корпоративная команда это понимает ну конечно рассказывал что если на крутая лига самая крутая в москве вот обязательно нужно нам сыграть попробовать свои силы на более продвинутом уровне вот и после по итогам зимнего турнира поняли что начинает что-то получаться есть какой-то костяк команды который там сложился из сотрудников нашей компании вот и как-то корпоративный дух это поднимает ну конечно конечно куда же был как раз ты сказал про зимний турнир как он прошел вас какое место вы заняли как сыграли в барселоны выбились да даже получилось обыграть ну было сложно потому что первые игры там мы пытались собирать 8 человек для нас обычный форматом 5 на 5 сыграть тут надо было целых восемь набрать с горем пополам там что-то собирали на первую игру первые три игры проиграли в частую собрались на 4 против барселоны которые там разнесла челси 23-1 с определенными кадровыми потерями при этом удалось нам там заполучить вратаря амкала федю маслова которые по совместительству наш креативный директор вот еще усилиться нашим шеф-редактором главным редактором вот и получилось попробовать победу команды вот потом восприяли духом поняли что может все получаться довели турнир до победного конца заняли третье место в во второй игре против барселоны в золотом плей-оффе вот проиграли к сожалению по пенальти вот но с третьим местом зимнего турнира довольно таки неплохо начали наше шествие папа фл первой игре мы выиграли посмотрите будет 2 ты сказал о феде маслове сможем ли мы когда-нибудь увидеть на вошу тудя в составе спорта хотя бы когда потеплее будет никогда не говори никогда посмотрим но все-таки они причастны к спорту в принципе не только к спорту они не к спорту понятно имеется ввиду что играть но пока с ними не играли пока с ними играли что же расскажу о евролиге c в которой предстоит наверно сыграть самому спортсу три равнозначных евролиге и созданы и 72 команд из третьих дивизионов и четвертых дивизионов где они есть соответственно 24 команды распределены по 6 групп из 8 федераций выходит 4 команды из каждой группы в плей-офф плей-офф играется в два матча дома и на выезде соответственно для вас это металлург домашняя поляна 5 6 команды из групп выходит в кубок дивизиона которые разыгрывают также между собой в каждой евролиге победители евролиг c1 c2 c3 играют между собой финал трех где определяет сильнейшую команду евролиги c по-моему все очень доступно по формату жеребьевки я называю количество квот из каждой федерации ты соответственно достаешь я тебе в этом помогать не буду даже может быть несколько немножко отойду сразу вид могу там шерудить можешь как угодно доставать как это и делает спортс когда проводят какие-то свои там расследования и статьи он шерудит можно сказать в подземельях российского футбола ну что ж для начала евролига c1 4 команды из англии 3 из германии 6 из италии 4 из россии и 7 из франции мы не будем доставать команды из германии потому что это все будет новый дивизион германии который стартует буквально там через две недели поэтому эти команды мы добавим позже вот и вы их уже увидите в расписании поехали 4 команды из англии все даже не смотреть но можешь не смотреть но это настолько высокий что тебе ты не смог подтянуться тебе пришлось принять не а ты доставай здесь сразу мы будем с тобой набирать договорим не надо набирать но одну да так начали с одной значит из двери дерби но ты вот кстати вот работаешь в форм агентстве как ты считаешь какие у тебя вызывают слова дерби ты думаешь о дерби каунте дерби с уотфордом будет интересно а дерби каунте конечно дерби каунте они а дерби csk а спартак вторую но это группа б не так бросаешь у нас группа б у нас вот по группам а б цд прекрасно вот соответственно таким образом распределяем еще два еще два салфорд группа c группа c супер когда-нибудь что-нибудь подобное евролигом ты видел пересекать может быть в спорте может быть в других каких-то видах спорта это что-то новенькое что-то новенькое для для нас для лиги норвиз 2 норвиз 2 отправляется в группу группу д ну что ж англию распределили теперь переходим мы к непосредственно к италии 6 команд из италии италии не франция италия до ухты вылетаю даже не рекомендаем на голову что привычный как главное не сбрасывай потом на стол 6 команд давай ты называй салернитана б точно группа ну знаешь я слушаю скрипта не то поэтому я очень легко могу прочитать что здесь написано снова группа c снова и снова италия и группа б фанфула фанфула все я справился бы вот когда евролига c это такие знаешь команды которые ты наверно может даже не слышал милана сити милана сити звучит элитно господили немножко вот ваш разливается все порыв ему ты кстати и в единственный кто вот так вот ну так что нужно профессионально походить к или к или к или пожалуйста норвич 2 так три команды осталось да ты 3 достал 44 стал 3 осталось спал здесь был просто группа группа надо ускоряться замешиванием удинеза c удинеза кстати единственная команда которая их система представлена во всех трех евролигах евролиге а удинеза евролиге b удинеза b юра лиги c удинеза c ну все логично но в принципе тут и не поспоришь достаточно стратегически планы у пацанов ювентус ювентус б ювентус б к милана сити пц и после а все слушаем и жителю достали получает алина стали свою проверку на вшивость и прошел очень хорошо надо сказать сразу видно что ты был бывшего раньше организатором ты ну и к разобрался в таком так сказать простом вопросе 6 команд мы а мы из италии даже больше достали получше и вентус юнс надо обратно положить получается ну положи обратно ну договорились а проверка на вшивость и не прошел в итоге из россии четыре команды я тебя проверял на россии четыре команды мой группам спорт получается да там где спорт там россия ну вот спорция там же русь все возможно третья группа из россии ты помнишь как мы команда ставим 4 спасибо 4 команды ставим к серасимов название похоже как на город в тверской области ну да хочется на выходных хочется на выходных хп их кассимов спортсто будет тамбов тамбов это тамбов не играет ни в нижнем новгороде не в не в тамбове и саранске он тоже не играет нам давать мне сейчас проконтролируешь еще одна команда команда до контролировать это у нас спорт обычно любит деньги потраченных но она тоже финка финка я единственный кто подумал о трубке к которой обычно людей убивает мы за злые бы я понял хорошо франция 7 команд нам нужно так здесь не запутаться 7 и же 7 отлично нанси нанси в группу c либурн либурн да сверху как мельбурн только либурн все просто нанси 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 ну в разных группах они будут играть но могут пересечься вполне фирам анси нанси бумажечку мы можем извечиться мешает мне кажется анси это скромное название команды с южных регионов а я чё не знаю чё ты пятой команды поставить можно 4 было осталось 3 до все верно амьен амьен ну кстати между прочим это они вроде ненавна с пассажей 44 играли перспективно но не в нашей региа вообще она в любом случае накладывается ну конечно отпечаток есть определенный кстати могу сказать что серьезно как она как корабль назовешь так он уплывет я когда забить сыграл был девятом в испании как заявка начал играть стал чемпионом из коржи что-то работает орлеан да поэтому неудивительно что команда организатора берут себе почетное название только это их только до организатором жить ну а спорт где организатором только преференции нужны а спорт спортс на первом red star red star мы должны были закончить собой мы за мы закончили с тобой в том-то и дело что у нас из германии должно быть в евролиге c3 команды вот они у нас здесь три заполнят у вас на графике они покажутся обязательно таким образом евролигу c1 мы отжимали так ну здесь парца нету кого-нибудь ты из этих команд знаешь какая-то может быть и по названиям нравится группа не слушай команды все новые последнее время шлига не сталкивался долгое время вот и расскажи кстати когда ты работал в лиге of l что это была за лига как сильно отличается от той в которой ты сейчас потому что сейчас много людей приходят они думают о том что так было всегда но так но есть есть общие конечно с толик который кладил это который сейчас там была лига бенилюкс из трех стран собраны сейчас у нас тоже какой-то некий микс в нашем пфл есть как и там российские команды и команды своими именами достаточно интересно но вот тоже новая лига который только что только что собралась посмотрим как бы не я говорю в принципе о системе афл как она сейчас разрослась слышно это пушка это вообще-то не мы когда ты работал когда собирают 3 дивизионы тут сколько 20 24 на 3 команд ну кому 72 команды этого не были думали ты когда ты уходил я оставлялся совсем молодого ром пахомов после себя что будет это так ну конечно какой-то желторотого желторотого романа пахомова сейчас его все знают как генерального директора афл вот но мы помним да немного немало надо смотреть ну что ж евролигу c1 маджи вивари переходим к евролиге c2 евролига c2 что ж тут у нас четыре команды из англии 2 из германии 7 из италии 4 из россии и 7 из франции ну приступай 4 команды из англии тут немного из англии осталось конечно блогер кстати одна из таких я помню когда только приходил блэкберн был в лиге но это уже другое 150 раз сто процентов вот но я как челси раньше он был 3 обували здесь раз тонкие от алексей понтикова миддлсбро попахивает полдами да марк ведука например для тех кто понимает и как же у них играла в центре поле тоже чего не знаю марк ведука полит вспомни вулвер божечка бур хэмптон но это ж-то корни украины корни лиги ну видишь как проросли аж до евролиги c2 уж кто у нас последний лакант в англии да то есть свободное место в чемпионшипе макантное место в группе d что ж теперь у нас уже мы говорили о том что германии две команды у нас пока мы пропускаем италия 7 команд италии да не дождусь когда опять красиво перейдем греши я пони конечно хочется греши блог за блэкбер на я думаю ну что в группу а то они идут они группа c тут тут нужно немножко логики под германию немножко под германию все было просто может быть тебе хочется за блэкбер на а может быть хочется вот же фод же парма парма сыграя в группе с вулвером парма банкротилась и полу вера лигу ци помнишь эту историю конечно на нигде еще буфона продали конечно милан c в группу d тебе еще ли еще три что раскрывается кто это может сам бин ттз на все закончились такие названия ну я не знаю я сейчас я сам первый раз увидел более того ты представляешь как я когда судил я всегда говорю типа встречаюсь команды парма из бин тт ну то есть типа все а если еще и холодно и так вопрос о том как лига размасштабировалась вот такие названия начали появляться уже стало сложно следующий нас m поле m поле ну капитан постарался в любом случае сам бин ттс ну конечно так и рождаются мемы фразиноны ну тут просто фразинона группа c и следующих соперников уже алексей определит из россии где-то там должен быть специально специально смотрю ростов на дону сюда 4 4 ура ура сказали все понтипом до того как узнал что четыре команды наш соперник по зимнего турнира ну как у нас остался должок вы проиграли да сильно неприятно ну прям на ура давай это так назовем мил милал федора витисов так последний остаток садив знаешь кто такой федора витис конечно а ну вот встретитесь с ним албы алды но евролегал добрый вечер спорс ровару вулвер парма фразинон и уже как и рад ты достал четвертом уже можно сказать хорошо а что у тебя осталось франция 7 команд франция сент-этьен сент-этьен 4 команда группа d перроны 2 перроны 2 почему не бы почему 2 ну надо кстати на самом деле наводить порядок я думаю что роман пахома с этого не будет это это италия там франция это подход непонятный для мам 24 часа первое что приходит но еще четыре команды racing racing так ну еще три уже я уже вошел в ритме уже начал запоминать да ну ты как-то в стол можешь не вписаться у тебя маран падать как карточка вы красивые название амаранты так о чем ты думаешь когда говоришь амаранты вине каком-то мужем кстати да что такое не играть не подумать что мы упражняемся в остроумии просто действительно очень многие команды не приходится видеть поэтому приходится щупать по названию волосин следующий балансе и последний по моим ощущениям по рангу но не по значению конечно надо всегда то есть весной группа клемма уезжает дюнкерк тут кто-то вспомнил фильм возможно где человек летал полфильма так оставшиеся два два вакантных места занимает немецкие коллективы которые также определяться несколько позднее евролига c2 от жеребьев она соответственно мы переходим к жеребьевки евролиге c3 евролига c3 и жеребьевка ее также у нас остались команды 3 из англии 3 из германии 7 из италии 4 из россии 7 из франции и алексей я приглашаю три последние команды из англии в евролигу c3 сток сток сити дождливый вечер в стоке романтика английских футбол о какие команды то что я кристалл павелс до лондонский и финалочка то остался сандерленд черные коты все англия на закончился бы англия закончилась германию мы пропускаем потому что ты вакантные места и италия 7 раз до конца здесь уже тут уже сложно ошибиться брать откуда хотел верон верон может быть кому-то важно здесь распределение по группу в принципе ну просто ты можешь делать как уже душе угодно сиена сиена в группу а к стоку сток сиена сандерленд я вижу на букву к набираю кротона идет кристалл павелосу до сандерленд и кто-то с бреши и кальчо 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 ксандерлендов к черным котам внутри же есть бреши и бреши и кальчо да красиво а есть бреши в обороне спортсмен ювентус б ювентус б ювентус б к вероне это тот самый ювентус б с первой жеребьевки ювентус б с первой жеребьевки то что мы с тобой вытаскивались со саула вот я живу волоса саула едет в группу а я группу командам на с пескара ну вот и тут но они тоже у тебя кристалл пелос теперь кротона пескара ну кп 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 набрал до рапешек давай франция дальше или россия нет россии давай давай расти все таки может быть там какой-нибудь на из записался нет финт финт но из не затесался ну тут уж совсем в разнос пошел в группе c они заказался с к2 мы-то знаем где он должен был быть где если группе а естественно шоссовала сияние наконец о работнички испортили всю картину для группы такие были такие вот работнички в россии армавир армавир кстати работнички название которые мы планировали для себя тоже выбрать подспор . ну ничего не выбрали ну решили по бренду я понял франция да самое простое последнее и до конца уже сколько здесь команд из германии получится из германии у нас здесь три команды вот с францией 7 команд бордо дубль спортинг идеала они приходили рассказывали пункт сет сет матч свет глоббол сетто мог свет свет вот если в этой кстати доставал бы сетта он мог отправиться все соска видишь а видишь они у них уехали сюда да да будет здесь нет здесь ним какие-то коротенькие названия пошли ну ты сам понимаешь время чем россии тяжелые люди экономят даже на название нет нет группу бы финальный шафт ли он ли он бордо в евролиге c как интересно надеюсь это те самые бордо или он который я помню ну вот это хорошо взял арен и финал что-то у нас остался последним геморрайн но это вообще легендарная команда фл конечно геморрайш ну что ж у нас полностью определена группа а сток сиена соло работнички ним геморрайш и трех команд из германии у нас не хватает в евро лигах c3 эта группа b c и d ну что ж какие у тебя мысли о жеребьевке что спорт какие ставят перед собой задачи все-таки ты прожеребил сам себя слушай ну вопрос интересный для нас нам этот турнир больше на него смотрим больше как на какой-то проверочный для нас насколько мы к нему подойдем в каких кондициях нему будет насколько я знаю там достаточно интересный розыгрыш в котором мы хотим занять какое-то интересное нас место ну я говорю да сейчас будет больше что вы говорить о том что это какой-то ну момент чтобы вам объединиться но в то же время понятно что аппетит приходит во время еды ну конечно для нас может такой разгоночная история на этот год ну да но если может быть даже там в пф или там у вас может не получится то здесь вы играете среди равных себе команда из других дивизионов это насколько тебе эта идея интересна что ты там одно время там пять лет назад насколько я знаю работал еще в фл из работе разыгрывал систему с кубками еще вот этими невозможными старыми архаичными а сейчас как бы ты играешь в еврокубках несмотря на то что ты играешь в третьем по себе здесь я вмешивая культуру я явно решена боль вот этого вот этой игры духа игры потому что когда были кубки планировал сам 20 игр на какой-нибудь стадии далекой половин команд говорил зачем мне с лидером играть я не приеду а здесь мотивация до конца здесь каждой игре будет накал это очень круто что же лёш я благодарю тебя за жеребьевку я благодарю нашего партнера это компания print bar которая делает и делает форму делать спортивную копировку от одного заказа что в принципе не делать москве практически никто я благодарю вас за внимание евролига c встретимся на полях уже на следующей неделе всем удачи всем удачи